Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня мы будем делать сборку ПК за 70 тысяч рублей под новые видеокарты RTX 3080 и RTX 3090. Такая сборка ПК легко справится со всеми next-gen играми и гарантированно даст вам отличный фреймрейт во время всего цикла жизни новых консолей. Ну а перед тем, как мы перейдем к нашей сборке ПК на RTX 3000, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А собрать такую сборку можно как обычно в 2 клика по ссылкам в описании. И начать я хочу с монитора, хоть он и не входит в состав самого ПК. Как думаю многие заметили новые видеокарты рассчитаны для гейминга в высоком разрешении 2К и 4К, поэтому собирать такой ПК желательно к мониторам с высоким разрешением. Но если у вас уже есть монитор с Full HD, то в целом это не проблема, ведь в Full HD вы просто получите очень большой фпс, а в будущем вы легко можете пересесть на какой-нибудь 2К. Также новые видеокарты очень актуальны для мониторов на 144 герца и киберспорта, так как именно там они смогут легко выдавать рекордные фпс. Но я лично бы рекомендовал брать RTX 3070 и RTX 3080 под 2К мониторы, а RTX 3090 под 4К. Так как со временем вы точно столкнетесь с необходимостью менять RTX 3080, которая перестанет тянуть игры в 4К. А с мойником 2К она точно проживет весь next-gen. Ну а сборку сегодня мы будем собирать на Ryzen 7 3700X. Сейчас этот процессор можно найти за 26 тысяч рублей и в целом его точно хватит для игр нового поколения, так как консоли по производительности будут примерно на этом же уровне. Я также заметил, что многие не рекомендуют покупать 8 ядер, мол разницы между Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700 почти нету. А вот этой разницы нету именно сейчас, так как игровая индустрия еле плетется и достойных проектов под эти 8 ядер практически нету. А на практике сколько случаев уже было, когда все кричали, что лишние ядра не нужны и это переплата ни за что. Например переход с Pentium на Core 2 Duo, когда второе ядро просто не использовалось. И как-то со временем Pentium вообще умер, а Core 2 Duo еще прожил какое-то время. Или например ситуация, которая была с бессмертным AMD FX. В общем дополнительные ядра в любом случае нужны, чтобы не столкнуться в будущем с какой-то игрой, которая уничтожит все народные Core i3 10100. Понятное дело, что в угоду экономии эти камни отличные, но сборка ПК на RTX 3080 точно не бюджетная. Поэтому экономить в ней на камне с лозунгом да ее и Ryzen 3 нагрузит просто глупо. Охлаждать наш процессор мы будем башней Zalman Optima 2 за скромные 2500 рублей. Этой малышке легко хватит, чтобы охладить 8 ядерник. А Optima 2 как раз таки стала отличной башней после спорной первой версии. Но если вам не нравится такой кулер, то можете взять Gamma X400 второй версии. Его тоже хватит под такой процессор. Материнскую плату в такую сборку надо ставить естественно на PCI-Express 4.0. Поэтому я выбрал Asus TUF Gaming B550 Plus за 13000 рублей. Главным плюсом этой материнки является поддержка нового PCI-Express, который в любом раскладе не станет узким местом для новых видеокарт RTX 3000. И хоть Nvidia до конца нам не рассказали, как будет работать их новая технология загрузки текстур, но лишним PCI-4.0 точно не будет. Плюс ко всему у материнки очень бодрый питальник, и конечно же она будет поддерживать новые райзены на Zen 3. Так что вы легко и просто сможете обновиться на новое поколение в будущем, если когда-то вам перестанет хватать Ryzen 7 3700X. А вот оперативную память на будущее лучше ставить с запасом. Поэтому я выбрал 32 гигабайта двумя планками от Crucial с частотой 3000 МГц. Можно было бы поставить сразу планки с частотой 3600, но по цене это абсолютно нецелесообразно. А эти планки имеют царские тайминги CL15 и спокойно могут работать на большой частоте. Конечно можно поставить и 16 гигабайт, но рано или поздно игры упрутся в малый объем АЗУ. Так как даже сейчас многие проекты уже могут загружать около 14 гигабайт, а Horizon и вовсе сожрет свои оптимизации все 16. В общем если вы хотите запас на далекое будущее, на которое и рассчитаны RTX 3080 и RTX 3090, то обязательно стоит брать именно 32 гига. И теперь давайте определимся с самой видеокартой. В продаже ее сейчас нету и появятся они 17 сентября. Как раз вы можете собрать себе весь ПК заранее, а через пару недель купить видеокарту. На сайте Nvidia также появилась новая информация, что референсные появятся аж 6 октября. Из этого можно сделать вывод, что 17 сентября появится именно RTX 3000 от партнеров и соответственно приобрести видеокарту с кастомным охладом будет более лучшим вариантом. Но есть пару нюансов, которые стоит учитывать. Это длина видеокарты и каким образом ее запитать. Если вы будете ждать референсы, то в комплекте 100% будут идти переходники на обычные 8 пин. А если вы будете покупать обычную видеокарту, то они будут иметь привычные разъемы питания. Просто их будет теперь 3. Ну и потребление пока указано только для референсов. У RTX 3080 это 320 ватт, а у RTX 3090 это 350 ватт. Так что блок питания нам понадобится очень мощный, чтобы запитать новые RTX 3000. Я присмотрел не сильно дорогой и в то же время качественный блок питания Thermaltake GF1 на 750 ватт. У него стоят качественные японские кондеры от хороших фирм и он имеет золотой сертификат. Его вполне хватит как для RTX 3080, так и для RTX 3090. С ним в комплекте идет целых 4 провода для питания видеокарт и он конечно же модульный. Также любители подсветки смогут насладиться очень красивым кулером и стоит также отметить гарантию, которая составляет 10 лет. В общем идеальный блок за свои 10 тысяч рублей, который стоит каждого потраченного на него рубля и спокойно запитает наши RTX 3000. А корпус под такую сборку я выбрал максимально большой. Это Zalman Z7 Neo, который позволяет поставить видеокарту длиной 355 мм. Так как длина референсных видеокарт нам уже известна и она составляет 285 мм, что уже влезет не в каждый корпус. А длина RTX 3090 и вовсе составляет 313 мм. Но видеокарте как-никак все равно нужно чем-то дышать, а большинство корпусов и вовсе не позволят установить RTX 3090. Поэтому этот Zalman отличное решение по топовой видеокарте RTX 3000. А что касается стекла на передней панели, то оно абсолютно никак не влияет на забор воздуха, так и по бокам у этого корпуса отличные дырки, которые предназначены для этого. И на накопители в любом случае придется потратиться. Чтобы не сильно бить по бюджету топовыми M.2 я выбрал относительно скромную ADATA XPG-SX6000 Pro на 256 гигабайт. Это отличный накопитель со скоростью чтения в 2100 мегабайт секунду и циклом перезаписи 150 терабайт, а в пару к нему я поставил жесткий диск на 1 терабайт от компании Seagate. Но тут дело все в том, что игры с каждым годом весят все больше, а вот цены на SSD явно не двигаются. И если говорить о новой технологии NVIDIA, которая позволяет загружать память из накопителя, то по всем нынче имеющимся данным это будет поддерживаться только на M.2 SSD. Да и такая сборка явно собирается минимум лет на 5. А я вообще боюсь представить сколько будут весить игры через 5 лет. Так что идеально сейчас взять именно такую связку SSD и харда, а в будущем, когда возможно подешевеют M.2 SSD, взять уже большой объем. А этот SSD на 256 гигабайт просто переставить во второй слот. Это будет идеальным решением на данный момент, как по цене, так и по качеству. Ну и получается, что такая сборка обойдется где-то в 140 тысяч рублей. Но пока что вы можете скупиться только наполовину и ждать заветную RTX 3080, ну или RTX 3090. Кстати, многие источники поговаривают, что в этом году будет дефицит этих видеокарт. Так что не рекомендую тянуть с покупкой RTX 3000, так как дефицит явно вызовет рост цены на местном рынке. Ну а что касается RTX 3070, то она также отлично впишется в эту сборку. Но к моменту ее появления уже может что-то поменяться. Да и на многом под нее можно будет сэкономить. Так что как только она появится в продаже, я сделаю отдельную сборку под нее. А пока что расклад по сборке ПК для новых RTX 3000 выглядит именно так. И именно такой компьютер позволит действительно наслаждаться играми на ультра настройках в высоком разрешении. И не просто наслаждаться, а наслаждаться еще очень долго. Как аналог можно было бы собраться на Core i7 10700. Но я бы лучше подождал поддержку PCI Express 4.0 у Intel. Возможно она будет очень критична для новых видеокарт. В то время как Ryzen можно смело покупать уже сегодня и ждать игр нового поколения с крутейшей графикой и отличной трассировкой лучей. Ну а если вам понравился ролик, то обязательно поставьте ему лайк. Также отпишите в комментариях, что вы думаете про такую сборку ПК. А я хочу вам напомнить, что вы всегда можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.